Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить» Обзор ежедневных событий, происшествий и мероприятий в изложении наших авторов Значимых для жизни горожан событий произошло немало Вот краткий анонс сегодняшнего информационного выпуска Что за форма? В интернете обсуждают якобы новую униформу для руководящих работников Почты России Скользкий гололед, погодные изменения застали врасплох рязанских коммунальщиков Хрустальный журавль подвели итоги творческого конкурса среди работников региональных средств массовой информации Ну а теперь обо всем подробнее Начнем сегодняшний информационный выпуск с интернет-скандала, связанного с Почтой России После появления в мировой сети фотографии якобы новой формы Почты России Пользователи интернета выступили с активной критикой Многие начали сравнивать ее даже с формой офицеров СС Затянувшаяся модернизация почтового ведомства, похоже, пока не приводит к снижению очередей в отделениях, расположенных в спальных районах Рязани По крайней мере, в некоторых офисах службы до сих пор для того, чтобы получить, ну или отправить посылочку Приходится проводить время в долгом и томительном ожидании Недавняя реформа Почта России не оправдала своих ожиданий Количество сотрудников сократили ровно на треть Качество обслуживания остается прежним, а очереди не уменьшились Почта России решила всерьез улучшить работу ведомства и начать нравиться россиянам Сократили ненужных, по мнению чиновников, сотрудников, начав с менеджеров А сэкономленные на бывших работниках средства обещали индексировать зарплату рядовых сотрудников Чей доход намного ниже рыночного уровня Взяв за пример зарплаты иностранных почтовых служб Обещали, что ситуация будет кардинально меняться в ближайшие полтора-два года Что появятся обновленные форматы операционных помещений, квалифицированные консультанты и операторы Скажите, пожалуйста, на Почту России ходите? На Почту России практически нет А муж вот ходит, он ему письма часто присылает, он возмущается И дети также А чем возмущается? Долго очень стоят в очереди Ну, по сравнению с прошлым годом стало намного лучше Но все равно огромные очереди, маленькое количество персонала, постоянные толкучки Однако, менталитет работников изменить непросто, даже когда зарплаты становятся более конкурентными Ну да, персонал за огромное количество работы очень нервничает Часто что-то не успевает, и поэтому бывает, что хамят и грубят Идеалом для подражания Почты России считает Почту Германии До уровня которой отечественное ведомство намерено улучшить качество сервиса Помогут ли радикальные реформы и удастся ли сократить количество раздраженных граждан И увеличить довольных работ Почты России с нынешних 15% до 60% Как всегда, узнаем не сразу, лет через пять На данный же момент Почта остается нашей самой упорной госмонополией Лучше всего передающей атмосферу советской эпохи При этом о современных сервисах в духе выяснения местонахождения посылок по интернету Зачастую не знают и сами почтовые работники Ну а теперь о других коммунальных проблемах Вчера вечером погода резко изменилась, вместо снега пошел дождь Ну и как следствие, на дорогах и тротуарах образовался гололед Погодные изменения прибавили неудобств и автомобилистам К последствиям вчерашней оттепели явно оказались не готовы Как рязанские коммунальщики, так и простые горожане Перейти дорогу в нашем городе в зимний период задача не для слабонервных Обочина покрыта льдом, а дорога, если не скользкая, то обязательно в воде И если в центре города эта проблема как-то решается То выйдя на периферию, можно схватиться за голову от ужаса Пересечение улиц советской армии Касимовского шоссе Вообще не самый удобный участок для пеших граждан Налить на тротуарах не позволяет беспрепятственно перейти дорогу Приходится, сгруппировавшись, спрыгнуть со скользкого тротуара И торопливо осеменить через проезжую часть Времени на все про все 18 секунд Именно столько горит разрешающий пешеходный сигнал Кстати, работа светофора также вызывает нарекания у граждан Мы засекли, сколько времени проходит с того момента Как гаснет зеленый человечек и до того, как он вновь загорается Получилось, что гражданам приходится ждать своей очереди больше пяти минут А поскольку, поскольку многим необходимо перейти следующий участок дороги Дабы не рисковать и не бежать наискосок всего перекрестка Пешеходы вынуждены вновь стоять в ожидании заветного зеленого человечка Итого почти 11 минут личного времени на ожидание И это в современных реалиях непростительное попустительство И еще на один пешеходный переход жалуются горожане Это надземный переход через Московское шоссе возле одного из крупных рязанских торговых центров Построен он еще в мае прошлого года, открывали его с помпой Но уже тогда некоторые горожане высказывали недовольство отдельными моментами в работе внутренних эскалаторов Несомненно, ходить по ступенькам очень полезно Особенно во время и после новогодних праздников Когда все мы уже подустали от сидячего и лежачего образа жизни Поднялся по лестнице, спустился и уже молодец Но вот как быть, когда эта самая лестница становится существенным и труднопреодолимым препятствием Когда, например, возраст или тяжелые ноши, ну никак не сподвигают на спортивные подвиги Такой долгожданный для рязанцев наземный пешеходный переход на Московском шоссе Возле торгового центра «Премьер» Этой зимой стал настоящей полосой препятствий Вы с сумками из перехода идете, как вам переход? Ужасно! Я уже сколько раз сюда езжу и каждый раз возмущаюсь Люди пожилые в основном ездят сюда и пешком подниматься И тем более там такая грязь ходит Там сейчас и убирают, но это невозможно С такими сумками подняться, что спуститься Во-первых, очень скользко Там, выгляди, упадешь туда Это невозможно Это слов нет одни мысли Ну вот когда эскалаторы работали, были более-менее ничего А сейчас, конечно, сложновато ходить Особенно, когда с сумкой тяжелой, вообще неудобно А в мороз здесь вообще было лед Поэтому неудобно Наливной пол вот это сделали Вы сейчас на переходы переходили, да? Да А вот как здесь тяжело ходить? Как вообще переход? Конечно, тяжело нам старым А вот по поводу эскалатора Он уже полгода не работает Очень плохо Старым людям, особенно в морозную погоду Скользкий переход, вообще покрытие очень скользкое Мне кажется, когда строили, очень много сэкономили на этом Извините меня, бабульки с сумками ходят Я думала вначале, когда только открыли Думала, будет все нормально Но уже вот полгода и все такая же Ерунда, можно сказать, происходит Так что я даже не знаю, о чем начальство думает И сейчас вот смотрите Моют все, да? Люди ходят Нельзя пройти под ногами ведра Швабра над головой Вода тоже Я не знаю, о чем он думает Не знаю Словом, подниматься и спускаться страшно Очень велика вероятность того, что поскользнешься И покатишься по этим ступенькам Ведь никаких специальных подстилок здесь нет Людям, конечно, было бы проще подняться по эскалаторам Пусть даже не работающим Однако, они не только не работают Но и закрыты ограждениями По самому переходу тоже страшно идти Проще уж сразу ползти Шансов пройти и не упасть очень мало Но про пожилых людей говорить не приходится Им здесь передвигаться особенно тяжело А теперь о происшествиях Вчера в селе Дядьково произошел пожар Сгорел нежилой двухэтажный дом Пожар начался в середине дня В 14 часов 20 минут на пульт дежурного в МЧС Поступило первое тревожное сообщение По уточненной информации горела крыша строящегося дома Несмотря на то, что в тушении пожара Участвовало 12 человек и 4 спецмашины Возгорание удалось локализовать и ликвидировать Лишь к 15 минутам четвертого В результате пожара огнем полностью уничтожена крыша И поврежден второй этаж Пострадавших нет Причина пожара и ущерб сейчас устанавливаются Ну а рязанские полицейские сообщили О задержании троих молодых скопинцев Подозреваемых в грабеже По предварительным данным подозреваемый Рязанский предприниматель совместно с двумя приятелями Пытался таким ужасным, можно сказать, бесчеловечным образом Заполучить у старушки средства на выплату Образовавшихся в бизнесе долгов Задержана преступная группа В составе трех человек Двух жителей города Рязани Одного жителя города Скопина Которые совершили разбой и нападение В отношении 80-летней жительницы города Скопина Возбуждено уголовное дело Алексей предложил, пойдем так Я спросил, как так? Я говорю, ну это безумство Как бы он говорит Ничего, в масках будем, там 5-й, 10-й Сейчас купим шапки Подъехали сюда, да и все, зашли к бабке Ну и все, хотели залезть в нее Просто залезть Через окно Получилось так, что зашли обычно Я не заходил туда, они сидели на кухне То есть я был в коридоре, так как я Боялся то, что она меня узнает То есть по комплекции И так, я думаю, женщина, ну не глупая Он говорил, нам ничего не надо То есть, ну там, где у тебя деньги Она говорила, что-то там про пенсию Как от 20-25 пенсии, что-то у меня ничего нет Что-то, кошелек там Вот, но это было все это быстро Предполагалось, что большая сумма будет Но я тем самым думал, что Как-то решу Частично, потому что Мои долги, они намного больше даже В ходе предварительного расследования Выяснилось, что 27-летний житель Скопина некоторое время назад Выполнял ремонтные работы в доме У местной пенсионерки В момент расплаты за работу Парень заметил у пожилой женщины Несколько крупных банкнот И предположил, что в доме Хранится большая сумма денег Ранее злоумышленник уже был судим за хищение Но план украсть или отобрать У пенсионерки сбережения Показался ему особенно заманчивым Позже он поделился своим наблюдением С также ранее судимым 31-летним жителем Рязанской области Тот, в свою очередь, обмолвился Своему приятелю, 24-летнему рязанскому предпринимателю О большом куше В доме скопинской пенсионерки У рязанца из-за неурядиц в бизнесе Возникли большие долги И он решил поправить дела За счет сбережений старушки 750 рублей Такой стала добыча Горе злоумышленников Рязанские дорожные полицейские сообщают Что ужесточаются санкции За езду в пьяном виде Кроме того, повторное задержание Любителей выпить крепкие алкогольные напитки И затем сесть за руль Автомобили будут с 1 июля Считаться так вообще уголовным преступлением Ну а пока же инспекторы продолжают задерживать Нетрезвых водителей Это до неприличия нетрезвая Дама была задержана сотрудниками полиции На месте ДТП Женщина, сев за руль Не заметила Сначала пешехода обошлось А потом и припаркованный за ней Вольксваген пола Полицию вызвали свидетели происшествия И хорошо Каких бед бы наделала 27-летняя автомобилистка Остается только догадываться Ночью в городе Шацке На 351-м километре дороги Москва-Челебинск Произошло столкновение двух автомобилей Водитель одного из которых Оказался в алкогольном опьянении Как выяснили сотрудники ГИБДД Жительница города Шацка 87-го года рождения Выйдя из кафе Большой уют Села в свой автомобиль Который был рядом припаркован Рено Лагуна И начала движение задним ходом Она не заметила автомобиль Фольксваген пола Который стоял рядом И совершил на него наезд Далее по словам очевидцев Девушка буквально вывлилась из-за руля Хотелось бы отметить Что все чаще Жители области Если видят нетрезвого водителя Звонят в полицию В свою очередь сотрудники ДПС Оперативно реагируют на такие сообщения И достаточно часто задерживают Нетрезвых водителей Именно вот по обращениям граждан Ну а теперь об известиях Более приятных Сегодня подвели итоги Регионального творческого конкурса Среди журналистов Хрустальный журавль В творческом соревновании Принимали участие И работники нашей телекомпании Очередной 11-й по счету Региональный творческий конкурс Среди журналистов Хрустальный журавль Получился весьма представительным И масштабным Жюри пришлось оценивать Более тысячи работ На нынешней церемонии награждения Глава региона Олег Ковалев отметил Что за прошедшие годы Значительно выросло Профессиональное мастерство Работников местных средств Массовой информации Он призвал и дальше Отстаивать активную Стала автор и ведущей программы О чем молчит время Ирина Ковалева За свои работы Об истории удивительных мест Рязанской области Овеянных тайнами и легендами Еще одним победителем Только в специальной номинации Цени свою жизнь Стала автор программы Время жить Олеся Котровская Программа знакомит зрителей С последними новостями В области медицины Спорта и здоровья А лучшим молодым журналистом года Признан автор программы Хай-Тек Ньюс Сергей Тутубалин В своей еженедельной Информационно-развлекательной программе Сергей рассказывает О мире гаджетов, интернета И высоких технологий Лауреатом конкурса Хрустальный журавль За лучшую тележурналистскую работу Стала автор и ведущая программы Вызов принят Олеся Харлина А специальную премию Получил звукорежиссер Телекомпании «Город» Максим Акулин Именно благодаря его Профессиональным навыкам Вы, дорогие зрители Можете слышать рассказы журналистов О самых актуальных новостях И заметных событиях А коллектив телекомпании Обещает и дальше придерживаться Такой редакционной политики Мы поздравляем наших коллег С победой на почетном Региональном конкурсе Профессионального журналистского Мастерства «Хрустальный журавль» Желаем им и в дальнейших Крупных творческих успехов И не менее крупных побед Еще раз поздравляем наших коллег Заслуженными наградами И напоминаем, что Телефон информационной редакции Телекомпании «Город» 720020 и 720021 Если у вас возникают Какие-либо житейские Либо коммунальные проблемы Или неудобства То звоните нам И авторы программы «Время говорить» Постараются помочь Ждем ваших телефонных звонков Ну а далее в эфире программа подробностей Гостем студии стал помощник Прокурора Рязанской области Дмитрий Плоткин И речь пойдет о недавней годовщине Основания надзорного ведомства И об основных направлениях работы Прокурорских работников А на сегодня это все И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин